Девочки, всем привет! Мы сегодня с вами едим роллы. Мне видно? Мне слышно? Так. Мы сегодня с вами едим роллы. Девочки, не знаю, как там свет, как что. Распаковываем. И сегодня также будет интересная тема. Девчонки, интересная тема. Тема меня оттолкнула мои вообще знакомые девочки, что у них сейчас происходит в отношениях. И с чем они сталкиваются, какие проблемы вообще есть в нашем современном мире. Блин, короче. Сейчас обсудим, скажите, у вас так, не так. Меня прям эта тема зацепила. Сегодня мы с вами едим вайнот суши. Здесь, рядом со мной, должна была быть моя подружка, но она не приехала. Поэтому мы с вами сегодня вдвоем, как обычно, точнее, Арина Чарлик за кадром. И начинаем. Вайнот суши. Девочки, я уже ничего не раскладываю. Любите меня, принимайте меня такой, какая я есть. Давайте посмотрим. Девочки заказала, все роллы дорогие, все роллы премиальные, потому что подружку-подружку дождала, сказала праздничные роллы. Вот такие. Все будем кушать. Даже вот с крабом есть вариация. Все будем кушать, все буду показывать. Давайте начинать. Что хотела рассказать. Какие ситуации вообще складываются у меня, у моих подружек. У меня все мои подружки, практически все, не в отношениях. У меня есть подружка в отношениях. У меня не так много подружек, скажем так. Но есть те, кто не в отношениях. Итак, вот. Те девочки, кто не в отношениях, они сталкиваются с тем, что парни их обманывают. Как? Сейчас расскажу. Так, девочки, смотрите ролл. Парни их обманывают. Следующим образом. Ребята. Сейчас. Короче, ребята их обманывают. Смотрите как. Они ходят на свидания. То есть в первый период отношения, это цветочный букетный период, ребята устраивают классно. Они ходят там на свидания, в рестораны. А потом, через пару месяцев, выясняется, что это все сделано в кредит. Я думаю, это крабовое мясо, девочки. Это крабовые палки. Класс, спасибо. Или мясо? Мясо, по-моему. Не палки. Непонятно. В общем, это вся история сделана в кредит. И по факту это просто пыль в глаза. И там люди остаются... Ну, сами видите. Люди остаются без денег, с долгами. И говорят, вот, любимая, ты же обещала, что мы будем в горе и в радости. Давайте теперь выплачивать мои кредиты. Как вам такое? Девочки, сталкивались ли вы с этим в ухаживаниях? Мне кажется, это максимально тупо. Это с креветкой и с угрём. Что-то как будто бы мне что-то не то положили. Ну, ладно. То есть понтоваться сначала, делать такую, как бы, красивую игру. А потом говорить, я это всё брала в кредит. Мне кажется, это очень некрасиво, во-первых. Во-вторых, ты задаешь какое-то ложное впечатление. Ну, нет у тебя денег. И нет, ничего страшного. В этом... Нужно жить, ну, как бы, по возможности. Но почему-то ребята, типа, начинают понтоваться, что они крутые такие, как бы покоряют девушку, а потом так сливаются. Они даже не сливаются, просто они раскрывают карты. Я считаю, надо быть кем, кто ты есть на самом деле. Тем, кто ты есть на самом деле. И вот есть мои подружки. Естественно, потом такие, блин, на самом деле он ничего не делает. На самом деле он не такой крутой. Мне как бы с ним не хочется, не нравится. Он уже всё сразу сдулся. Типа, сел дома. Только я ему нужна. Работать не хочет, стремиться не хочет. То, что изначально человек транслировал абсолютно другую картинку себя, которая не соответствовала в действительности. Это всё делается, может быть, чтобы просто стащить в постель девочек, но в этом их подруг у них у всех как бы не они и не бросают. То есть такого, а они. то, что по факту им понравился один человек, то с большими целями, с амбициями. А по факту получается, что чуваку 30 лет, а он ничего не делает и живёт как 20-летний. Вот так. Мне кажется, это, в принципе, наша проблема. Знаете почему? Потому что все вас пиарят красивую жизнь и ребята знаете, как пропаганда хорошей жизни. Хотят соответствовать. Вот такая интересная история. Сталкивались ли вы с таким? тоже приезжали ко мне девочки в гости. Говорят, что сайты знакомств перестали работать и что они, в принципе, никого не могут там найти, ни с кем познакомиться, что в целом это становится больше опасно, что они больше не доверяют с сайтом знакомств. Скажите, девочки, как у вас? Вообще, где вы знакомитесь? Я в свою очередь им сказала, что я уже на эту тему снимала видео и что мы многие подписчицы писали о том, что они нашли своего мужа на сайте знакомств. На что мои подружки мне сказали, что на сайте знакомств странный контингент и очень сложно найти что-то серьезное на сайте знакомств. Хочу как-нибудь так поставить, чтобы вам было видно, а вам никак не видно, но у меня старишек плачет. Ребят, пожалуйста, запретите людям вот так вот кататься на своих машинах. Я считаю, это просто недопустимо. Постару. Вот это вот пердешь тут под окном постоянный. Мне кажется, так не должно быть. Так нельзя. Ну вот представьте, допустим, у меня Арина спит и вот этот вот проехал вот этот урод под окном. Мне кажется, так нельзя, это нужно запрещать. Я все время, когда это слышу, думаю, неужели всем это устраивает? У нас тут представьте во дворе, что было. Меня выгоняют из моего двора за то, что я сижу с собакой на лавочке и с коляской. Типа ситуация трэш. Ко мне подходит женщина. Я сижу с Ариной из Чарли и говорит, у нас двор не для собак. Он говорит, вообще-то я с ним не гуляю тут. Я вожу его писать в другое место за двор. Он говорит, мы просто здесь ну сидим, у меня ребенок спит. на что мне ответ? Что у нас двор не для собак, здесь не должно быть собак, здесь дети. Я говорю, ну что, что здесь дети, но где мне быть с собакой-то? У нас вокруг нету больше лавочек, кроме как во дворе. Где мне быть? на что я услышала опять эту историю, что у нас двор не для собак. И все. Девочки, не знаю, как у вас обстоят дела, если вы живете в ЖК с чатом, у нас просто полный кошмар, если честно, в этом плане, потому что люди, знаете, себя возомнили какими-то хозяевами жизни. я вообще в принципе не представляю, как может подойти просто к человеку, который сидит и сделать ему замечание, которое абсолютно никакое не имеет права на существование это замечание, потому что я ничего не нарушаю, я просто сижу на лавочке около дома. Не знаю. Опять ролл, девчонки, не хотела честно ролл, просто думала, что приедет подружка. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что подписываетесь, ребят. Для меня это очень важно. Поставь лайк, подпишись, все, ты поможешь моему каналу, мне. Снимайте эти видео дальше, потому что, ребят, снимать тяжело, правда. Снимать тяжело, это... Это... Потому что снимаю. Просто снимаю, потому что снимаю. И все. не знаю, подержите реально. Вы видите, рекламы нет. Ничего нет. Так, ну что, я уже наелась, и честно, я прям так опять налетела. ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Налетела, ребят. Как я вижу, что сложно в этом мире познакомиться, найти своего человека. Вот интересно, мои подписчики, больше одиночек или все-таки больше парочек? У меня вот все девочки в основном одиночки. Все девочки в основном одиночки, и... Блин, ребят, ну нам уже не по 20 лет. Нам уже ближе к 30-ке. Кошмар. Да. Ну мне кажется, хорошо знакомиться на каких-то мероприятиях, где общие интересы пересекаются. Познакомиться в интернете, наверное, возможно, но сложнее. Ребят, Арина начинает плакать. Все. Давайте последнюю ролинку и я закругляюсь. Дорогие мои, спасибо вам большое за просмотр. Это ролл самый вкусный. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Поддержите меня. Так что, дорогие мои, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Подпишитесь. я вас люблю. Давайте еще падаю. На прощание. Нет, Арин, пожалуйста, не плачь. Не плачь. Не плачь. Красивый ролл, хороший. Больше осталось. Убираю. Все, дорогие мои, я убежала. Я убежала. Всем пока, люблю, целую.